Из поколения в поколение женским уделом были суша и домашний очаг. Суеверие «Женщина на корабле к несчастью» уже ушло в прошлое, но на капитанских мостиках по всему миру женщин все еще единицы. Но вот какой удивительный социальный процесс мы наблюдаем в Морском государственном университете имени адмирала Небельского. Здесь несколько десятков девочек ежегодно поступают на сугубо мужские специальности, рассказывает Анастасия Колесникова. Девушки не пугаются мужских профессий и тяжелого физического труда. Кого-то привлекает заработок и обещанное стопроцентное трудоустройство. Кто-то ищет будущего мужа или хочет избежать жизни в сельском захолустье. Первыми девочки поступали на судоводительский факультет, а последние несколько лет массово стали поступать на судомехаников, электромехаников, радистов. Но мы нашли девушку, которая надела робу-курсанта по семейной традиции. Саша Гулевич – настоящая капитанская дочка, и Пушкин здесь ни при чем. Отец девушки – моряк и капитан – такой ее выбор профессии полностью одобряет. Сейчас отец в рейсе на капитанском мостике сухогруза «Золото Колымы». И дочь рассказывает, как сдает сессию. Я сегодня на навигацию сходила, сдала последнюю лабораторную работу. Больше переживала. А когда ты вернешься домой? Что? Домой когда вернешься? В мае, это уже так. Я тут подвозимся, потом в Китай пойдем. В Китай? В Китай. А в какой порт? Еще не знаю. Еще неизвестно? Ну, ты вернешься куда-то в моем, в Шанхае, там, в Балерийске, в моем, в моем. Я соскучилась. Я соскучилась. Так она оказалась в аудиториях, куда на занятия ходят в форме и строем. Я серьезно никогда об этом не задумывалась. А когда остров стал выбор, куда же он все-таки идти, я поняла, что на гуманитарии я себя точно не вижу. А на технических специальностях какие-то меня никакие не улыбали. Он подошел и предложил, почему бы тебе не пойти на штурмана. И я, хорошо, и все. Так и пришла. То есть ты даже не раздумывала? Я даже не раздумывала. Сейчас, за один год до окончания университета, плавательный ценз Саши составляет 9 месяцев один день. Совсем немного до получения рабочего диплома. Девушка признается, в Бурсе тот факт, что папа-капитан, ничем не помогает. Только однажды отец взял дочь на практику. Все остальное сама. Сама сдает экзамены, сама учит предметы, ладит с соседями по строю. В ее роте 80 человек, девочек всего 6. Никаких юбок, бантов, ботинки у девочек и те мужские. У курсанта нет пола. Правила и форма одинаковы для всех. И учиться здесь приходится, наравне со всеми. Для девушек поблажки от преподавателей возможны, но скорее, как исключение из правил. Некоторые помогают, наставляют на верный путь, а некоторые пытаются, ну, что-то там, как-то, в общем, что-то сделать так, чтобы мы здесь больше не учились. Вот так вот, можно сказать. Тебе вообще нравится вот эта специальность? И потом кем работать-то будешь? Мне нравится эта специальность, но, да, я некоторое время, возможно, похожу в море, но потом, как бы, семья все-таки намного важнее, чем пропадать постоянно в морях. Я не готова. Алексей Иванович, конечно, человек умный и хорошей фамилией. Но, как подумаю, что надо быть под винцом при всех с ним поцеловаться. Ни за что. Отношения к будущим судоводителям-девушкам неоднозначные. Кто-то восхищается, кто-то, наоборот, ворчит. Что делать женщине на корабле? Обычно эти ворчаны те, кто не понаслышке знает, что такое несколько месяцев работать в море. Например, Анна Ивановна Щетинина, первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Когда Анна преподавала в Дальневосточном высшем инженерном морском училище, всегда однозначно выражала свое мнение по поводу девушек в морях. Так вот, Анна в свое время, встречаясь с девчонками, которые задавали вопрос, а можно ли нам в море, говорила, девочки, ни в коем случае. Это мужская профессия. Но ни отношения окружающих, ни распорядок, приближенный к военному, ни сложная учеба. За четыре года капитанскую дочку не переубедили. После окончания университета Саша твердо решила пойти под флаг. А вот пять ее однокурсниц в ходе учебы свое решение изменили. Чтобы доказать свое право идти в море, нужно пройти немало испытаний. Наверняка такой подход к обучению курсантов женского пола к лучшему. Девушка должна доказать, что ее место в море. Поэтому в Бурсе, рядом с будущими морскими волками, подрастают и вероятные морские волчицы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин